Россия взяла курс на масштабное продвижение спорта и физической культуры. Этот вопрос включен в программу стратегического развития страны до 2024 года и параллельно направление прописано в проекте формирования спортивной отрасли до 2030 года. Одни из главных вопросов здесь создание базы для воспитания будущих спортсменов, современной инфраструктуры, работа с тренерским составом. Ульяновская область от президентской программы не отстает. В регионе появился университет футбола. Сегодня здесь состоялся первый матч и первый турнир. И вот у вас, ребята, появились новые замечательные условия для занятий, изобранными вами видом спорта. Это футбол. Я вас поздравляю. Совсем недавно, буквально несколько месяцев назад, завершился чемпионат мира. Я надеюсь, что вы имели возможность посетить матч чемпионата мира. Мы смотрели эти матчи по телевизору, переживали за нашу команду. Располагается здание на площадке Ледового дворца «Волгоспорт-арена». Реализация проекта поэтапная. До конца этого года предусмотрено строительство футбольного манежа, открытие футбольного поля и второго манежа с универсальным покрытием. За основу взяли старое здание и капитально его отремонтировали. Официальное открытие университета футбола стартует 1 ноября. Можно сказать, что у нас есть альтернатива. Мы видели стадион, как наследие чемпионата мира, как занимается у нас детская спортивная школа, где дети занимаются бесплатно. И также вариант коммерческого объекта, который тоже запускается, где сами родители вправе выбирать, куда пойти ребенку в степень комфортности, обучения, образования. Сообщается, что юные спортсмены смогут не только тренироваться в университете, но и посещать здесь кружки, например, кабинет музыки. Все это создается для разностороннего развития детей. Кстати, учреждение готово в месяц принимать до 1200 человек единовременно. Второй этап по проекту – это 2020-2021 годы. Предполагает строительство детско-спортивного лагеря на 400 человек в районе Черного озера. После первого футбольного матча в университете на площадке «Волга» спорт-арена при участии знаменитых спортсменов Николая Валуева и Светланы Мастерковой встретили огонь 29-й Всемирной зимней универсиады 2019 года. Огонь студенческих игр доставила автоколонна, возглавили которую байкеры из трех клубов. Ульяновцы смогут увидеть факел на городском празднике форума «Россия. Спортивная держава» на Соборной площади. Из Ульяновского огня отправить в Ставрополь 13 октября там пройдет следующий этап эстафеты. А стартовала она 20 сентября в Турине. Если бы не было такой вот ярко выраженной государственной политики, которая реализует через свои указы, через свои просто человеческие действия наш президент, то не было бы возможности проводить такие замечательные мероприятия, потому что не было бы таких дворцов спорта. Мы за последние несколько лет построили 51 спортивный объект. На мероприятии также напомнили, что спортивные проекты не могут быть такими грандиозными без основных помощников и участников волонтерского корпуса. Волонтеры – это уже большое движение. В этом году год волонтеров. И волонтеры участвуют в крупных мероприятиях, из мероприятия в мероприятие, повышая свои компетенции, получая новые знакомства, навыки. И волонтерство – это такое прям крупное социальное движение, связь поколений, там очень много. И мы будем обсуждать завтра этот формат. Будем обсуждать развитие крупных спортивных проектов завтра. Это тоже очень важно. Ну и также будем обсуждать крупные мегапроекты, как они развивают, меняют города. Потому что для нас, универсиада, это, конечно же, повод, повод изменить город. В такой сцепке проходит уже сегодня, 10 октября, долгожданный форум «Россия – спортивная держава», где вопросы повестки и пленарных заседаний и конференций касаются спортивной отрасли и взаимодействия с властью, бизнесом, туризмом и обществом. Анжела Забашта, Геннадий Бухтаяров, репортер 73.